А для тех, кто собирается с четвероногим другом путешествовать по России, тоже есть целый свод правил. Мария Ширшова их изучила и подготовила шпаргалку для пассажиров с животными. Первое путешествие Ольги с собакой оказалось еще и самым длинным – 36 часов на поезде. Сначала пес вел себя беспокойно, но потом быстро адаптировался. А сейчас и вовсе радуется предстоящей поездке. Если ваш любимчик через чурбоизлив и склонен к стрессу, запаситесь успокоительными. Лучше всего посоветоваться с ветеринаром, потому что они бывают очень разные. Они бывают как гормональные, которые нанесут вред здоровью. Бывают растительные, которые никакого вреда не причинят животному. Если покупаете билет на поезд по России, возьмите на питомца багажную квитанцию. Оформите ее на сайте РЖД или в кассе вокзала. Помните, что в этом случае питомец должен умещаться в переноске, размеры которой не превышают 180 сантиметров в сумме трех измерений. А вот для крупной собаки придется купить билет. Если путешествовать с семьей, например, из трех человек плюс собака, то за нее придется заплатить только как за четвертого полноценного члена семьи. Если же вы путешествуете вдвоем, то, конечно, вам нужно быть готовы к тому, что вы поедете вдвоем, но выкупить все равно нужно будет четыре места в купе. Для перевозки животных в самолете есть два способа. Первый – взять с собой в салон. Зарегистрируйте кошку или собаку во время покупки билета. Позаботьтесь о крепкой переноске, учитывая ее габариты. Если питомец полетит в багажном отсеке, понаблюдайте за его погрузкой и выгрузкой. На всякий случай напишите свои контакты на ошейнике или клетке. Уши, лапы и хвост. Но главное – ветеринарный паспорт и справка от горвет станции. Набор сделанных вовремя прививок должен быть у каждого четвероногого туриста. Вет-паспорт заводится при непосредственном приходе в клинику. Мы вносим туда сведения об обработках, если у вас есть они на руках. Мы вносим туда сведения о вакцинации. Если ваше животное ни разу не вакцинировалось, то вам понадобится около полутора месяцев, чтобы провести комплексную вакцинацию с повтором через 3-4 недели. Следующий шаг – собираем сумку. Удобно взять дорожную поилку, которая состоит из бутылки с водой и чаши. Миска для еды должна быть не бьющаяся. Для собак обязательный ошейник, поводок и намордник. Не лишним будет взять аптечку. Такую аптечку вам поможет собрать ветеринар. Она очень простая, состоит из антисептических средств, противорвотных средств, средств от расстройства желудка, а также перевязочных материалов. Воду и корм берите в том количестве, которое питомец употребил бы, находясь дома. Главное – резко не менять рацион, чтобы не получить пищевой стресс. Собака может либо сама уменьшить порцию, то есть не доедать, либо вовсе отказаться от пищи. В этом нет ничего страшного, заставлять доедать собаку не нужно. Все собачьи дела можно успеть сделать на остановках. В самолет возьмите пеленки, а на дно переноски положите впитывающую подстилку. И помните, на борт запрещено брать щенков и котят до 2 месяцев, больных, старых, беременных и животных с приплюснутой мордой. Субтитры создавал DimaTorzok